На всей планете каждый день выпивают более 3 миллиардов чашек кофе. Наиболее потребляющие кофе государства, это США и страны Западной Европы. Так почему вредно пить кофе, если все пьют, разберемся. С западными учеными был проведен эксперимент над пауками, которых поили кофе. Пауки, которые плели свою обычную симметричную паутину, после введения им инъекций кофе, стали делать все неправильно, паутина стала получаться у них маленькой и кривой. На самом деле, кофе оказывает воздействие на мозг как амфетамин и героин. Усталость не убирается, а маскируется под прилив сил. Это все равно, как хлестать смертельно усталую лошадь, идет расход энергии из резерва организма. Не получая из вне энергию, организм расходует ее из энзе. Зависимость от кофе называется кофеизмом. Кофеизм – разновидность невроза. Последствия постоянного принятия кофе – это тримор, бледность, тревожность, тошнота, периодические сильные головные боли, мигрень, повышенная потливость с резким неприятным запахом пота, тяжесть в желудке, боли в почках, снижение зрения, глаукома, хрупкость кровеносных сосудов, обезвоживание организма и мозга в первую очередь, онкология. Обжаренный кофе еще вреднее зеленого. При обжарке кофейных зерен в них образуется смола бензопирена, напрямую ведущая к онкологии. У кофеманов плохо работает потовыводящая система. Они больше потеют, и их пот плохо пахнет. Организм пытается как можно быстрее избавиться от кофе, но почки-то работают плохо, почки-то высохли. И что делать организму тогда? Конечно, попытаться выбросить все через пот. Поэтому кофеманы – это находка не только для продавцов кофе, но и для производителей дезодорантов. Хотя дезики проблемы все равно не решают, а наоборот, забивают поры и тормозят вывод всякой дряни из организма. В некоторых исламских странах была попытка запретить кофе для правоверных, приравнивая его к наркотическому средству. Затем запрет пришлось со временем снять, кофемания уже укоренилась достаточно сильно. Еще почему вредно пить кофе? Кофе не позволяет организму усваивать витамины группы В, находящиеся в продуктах питания. Витамин В оказывает сильнейшее влияние на всю деятельность человеческого организма. О ценности витаминов группы В легко можно прочитать в сугубо медицинской и популярной литературе. Кофе с молоком не менее вреден, чем черный кофе, а даже более. Молоко вовсе не гасит вредное воздействие кофе, а наоборот, при употреблении кофе с молоком вымывается из костей скелета кальций, который переходит в кровеносные сосуды, где искапливается. Таким же образом кальцинируются почки, что ведет напрямую к образованию в них камней. Замечено также, что заядлые кофеманы являются и заядлыми курильщиками. Все одно к одному. Никотин и кофеин – убойное сочетание. Так что же утверждает и к чему призывает эта армия ангажированных, проплаченных, заряженных экспертов, специалистов, медиков, маркетологов, журналистов, дегустаторов, телеведущих, рекламщиков, торговых агентов? Что же поют эти сладкоголосые пивуны от международных концернов? А вот что? Дескать, кофе для всех, кофе объединяет. Кофе собирает семьи, кофе для любви, из кофе начинается любовь. Кофе – это тренировка для кровеносных сосудов и самого мозга. Кофе – это профилактика от атеросклероза. Кофе – это вывод радиоактивных веществ из организма, и так далее и тому подобное. Короче, начни день с чашечки кофе, и все будет хорошо. Ложь, ложь и ложь, каков же выход? Самый сложный, но наиболее полезный вариант – просто перестать пить кофе. Другой вариант, менее полезный, но мягкий, постепенно перейти на цикорий. Делается это так. Сначала ослабляете концентрацию кофе в своей чашке, затем начинаете постепенно добавлять в кофе цикорий, увеличивая его содержание, а кофе, конечно, поменьше, а потом просто начинаете пить один цикорий. Проверенно, действует. Почему надо пить цикорий? Да потому что цикорий – это кофе наоборот. Кофе – минус цикорий, плюс. О пользе цикории пишут везде. Но выбирать вам. Человек – существо со свободой выбора. Хотите пить кофе? Пейте!